Юрий 32 года. Он украинец, но до начала активной фазы российского вторжения в Украину жил и работал в Америке. Я понял, что скоро начнется и понял, что остаться там я не смогу. Поэтому принял решение еще до начала. Просто началось как-то раньше, чем я думал. Просто купил билеты и отправился на свою родину защищать. Первоначально это решение, личное решение каждого. То есть нельзя сказать, что все должны обязательно пойти защищать. Кое-кто не готов просто морально. Кое-кому это лучше, чтобы он оставался в тылу, скажем. Кое-кому это нужно, и он по-другому не сможет. Защищая родину, Юра получил ранение в ногу. Это еще было харьковское направление. Прошлым летом мы занимались разведкой. И вот так получилось, попали в такую вот минную засаду, скажем так. Сначала его лечили в Украине. Но вчера на специальном автобусе он и еще 21 тяжелораненый солдат был перевезен на лечение и реабилитацию в Латвию. Девять из них отправили в центр Вайвори, одного в Рижскую больницу Страденя. Еще 12 человек, в том числе и Юра, сейчас лечатся в Рижской восточной больнице. Это уже четвертый раз, когда в Латвию привозят пострадавших украинских военных. Травмы разные. Ну, там уже, можно сказать, последствия травмы, которые уже получили первичное лечение. Но есть травмы с повреждением глаза. Там будет лечение или протезирование. Конечно, большинство есть с повреждением конечностей. Есть повреждения с позвоночником и с последующим параличем нижней части. Это уже лежачие пациенты. Да, ну и там есть после раны живота, которое там было пробито через бронежилет. Раненых военных в Латвию доставляют не с передовой, а после того, как они уже получили медицинскую помощь в Украине. Зная их условия, в каких они работают, я думаю, очень хорошо они свои работы сделали. То есть они спасли человека и сделали так, что его состояние стабильное, что его можно привезти в Латвию и закончить реконструкцию, которые планируются и нуждаются этот пациент. Раненых военных уже осмотрели врачи. И скоро каждому будет назначено индивидуальное лечение. Восемь пациентов отправлены в отделение микрохирургии. Из этих пациентов у нас есть три пациента с плексобрахиалом с повреждением. Это значит, повреждение нервов руки и рука не работает полностью, то есть в районе плеча. Один пациент, он уже приехал на второй этап реконструкции нервов. Есть два пациента с головными травмами, дефектами костей лица и челюсти. Есть пациенты с дефектом рук, то есть у них есть повреждение сухожилий, кость, нервы. То есть мы все эти структуры будем восстанавливать. После восстановления Юра и другие солдаты вернутся на родину. Сколько времени понадобится на их лечение, пока непонятно. Вы можете спросить любого, кто получил ранение. В первую очередь ты остаешься там с парнями, ты хочешь туда же вернуться. Потому что это часть твоей жизни, ты в этом всем был. И ты хочешь поскорее вот это все залечить и вернуться в то же состояние. Будущее оно светлое по-любому.